Добрый день! Начинаем снимать с покупки августа. Может быть, августа-сентября, потому что совсем ничего мне не надо, и всё равно ребёночек сходила у себя в магазин, и я следом за ней тоже подалась. И я нисколечко не пожалела, потому что я купила вот такую шикарную футболку. Я так думаю, что это лицо известно очень многим. Это Боб Рос. И именно по его урокам я сделала свои самые первые робкие шаги самостоятельного изучения живописи. Так это назовём живописи. У него своя собственная теория wet on wet. Влажным по влажному. Он не даёт засохнуть своей картине, он накладывает на неё всё новые и новые мазки, и получались вот такие замечательные шедевры. Я его обожаю. Мне очень жаль, что он так рано ушёл из жизни, но он будет жить в своих картинах и в своих учениках. И я один из его благодарных учеников. И сейчас я буду носить эту футболочку талантливейшего педагога, художника. Я сейчас её постираю и уже в ближайшем будущем предочи ваши появлюсь. Ещё уцепила вот такую вот блузочку от Келвин Клайн. Известная многим фирма. Не очень дорогая. Она блузочка. Когда-то стоила 40 долларов. Мне досталось за 10. Вот она. Всего за 10 долларов. Смотрится очень хорошо. Такая простенькая, весёленькая блузочка. Я её с удовольствием повыгуливаю. Вот такое ещё платье появилось в нашем гардеробе. Это поход в магазин вчерашний, потому что мне нужно было сдать блузочку. Я не обратила внимания о том, что застёжка работает не очень хорошо. Я её унесла, а взамен купила вот такое платье. Не смогла не купить. Вот такое яркое, солнечное, летнее, с рукавчиком хорошим. И оно когда-то стоило, так, 18.40, почти 80 долларов. Мне досталось за 18.00. Но надо брать. Непременно надо брать. Я его постираю и очень надеюсь, что очень скоро его нацеплю. Потому что, ну, вот это вот буйство красок. Фирма в нём, не знаю, такую. Фирма AGB, выполнена во Вьетнаме. Ткань очень приятная. Вот здесь такой небольшой разрезик. Ну, такое скромное, яркое платье. Будем светить. Когда-то, кстати, я пришла в школу в жёлтом костюме. И один из моих учеников назвал меня Миссис Саншайн. И это прицепилось ко мне. Ребятишки до сих пор из того возраста, меня так и зовут, как-то оно прицепилось. Думаю, если в таком платье приду, то точно повторится это же самое никнейм. Какой сарафан попался? Чудо какое! Это просто чудо! Я же привезла себе кокошник из России. А вот сарафан российский, русский, народный, я не купила. И вот мне попадается вот такое чудо. Вот просто чудо невероятное какое-то. Прелесть! Оно и ткань вся вот так вот выполнена. Вот с этими выпуклостями. Какая-то просто сказка. И я решила, что я же очень часто волонтерю, я вот под эти лямочки буду одевать белую рубашку, может быть, даже расписную какую-то, и кокошник. И кокошник. И пойду вот такая русская, народная, в этом вот сарафане. Чудо какое! Я его померю. Я не буду, конечно, его носить на каждый день. Я его купила исключительно для своей волонтерской деятельности. Ну, хотя, наверное, можно и просто так походить в жару, широконько так все замечательно. Замечательно. Я так рада, что он мне попался. Вот не пошла бы возвращать блузочку, не купила бы вот такую прелесть. Сувелирное пополнение. Вот про это колечко я сейчас уже рассказала. Я его сейчас надеваю, потому как мы пошли кушать в ресторан. Правда, это ланч, но я решила, что под мой наряд это колечко подходит. Это дешевое кольцо, я про него в сегодняшнем наряде дня уже рассказала. Там сердечко, и оно вот так, как будто бантиком завязано. Подарок вам, сердечко в подарок даю. И у меня чуть-чуть темнее, может быть, даже и не темнее, такой же. Есть сердечко от Сваровски. Но я его сегодня не надеваю, а это я надену. Я уже отрезала от него этикетку. Вот такое замечательное кольцо. Вчера случайно купила. Причем я очень не хотела идти в бижутерный одесский, а мне ничего не надо, уже не надо. И вот есть такое чувство, которое называется интуиция. Думаю, ну только вот тут посмотрю, больше нигде не буду. Я нашла вот такое чудесное кольцо. Вот такое вот. И оно навеяло мне воспоминания в те времена, когда я еще не носила бижутерии. Вот типа этого кольца, вот тоже вот так вот все эти блестяшки, просто на цепочке, и они на пальчике вот так болтаются. Было у моей подруги, у москвички. Те девочки, которые со мной встречались у Ларисы на даче, они ее очень хорошо знают. Спрашивали, как же мы познакомились. Она рассказала, 40 лет назад поступили на один факультет. Деваться было некуда, пришлось дружить. И вот у нее было какое-то такое кольцо, оно меня очаровало. Хотя я в то время бижутерию еще не понимала, носить не умела, но вот это кольцо произвело на меня неизгладимое впечатление. И когда я его увидела вчера, я думала, боже мой, вот за этим я сюда и пришла. Я, конечно, его взяла и зацепила еще парочку. И вы, конечно, поймете, почему. Первое вот такое. Оно, правда, мне только на мизинец. Но это же бабочка. Ну как бабочку-то не взять? Бабочку надо брать. Я очень редко на мизинчике надеваю какие-то колечки. Но это я не смогла, чтобы не взять. Вот такая чудо-бабочка у меня теперь будет облегчать мою жизнь. И второе. Вот такое замечательное кольцо. Вот такое замечательное кольцо. Бижутерия. Бижутерия. Все. И я его с удовольствием хапнула. Буду с удовольствием носить. Очень необычная такая. У меня много колец с такими большими, настоящими натуральными камнями. Я вам рассказывала, что мы каждый август едем на ярмарку Талсы. И там у нас есть ювелиру, у которого мы каждый год что-то покупаем. Но вот это вот просто тут бревно. Все в алмазах. Как его не взять? И вот такая замечательная маечка моих любимых тонов. Я очень люблю бирюзовые оттенки. У меня много-много вещей в этой цветовой гамме. И я когда встречаю какую-то новую вещь, я не могу, чтобы ее не купить. Маечка смотрится более чем прилично. Для тех, кто почему-то называет пахом одно из красивейших мест в женщине, оно будет прикрыто. Их оно, видимо, порадует. А я это место уже называла вам вслед за Марией Арбатовой. Считаю, что это треугольная тень одного из уголков моей души. Это уже из раздела подарки. Юсана всегда раздает подарки. И одним из этих подарков была вот такая вот футболочка. Юсана со знаком Юсаны на груди и на спине 25-летия. И что я нахожусь в команде США. Команды были изо всех стран. И они для всех сделали футболочек. Это тоже у нас из раздела подарки. И мне нужно было снять это в Salt Lake City. Потому что эта Дианочка мне привезла подарок. И я его не сняла, когда она рассказывала. Я допустила ошибку. Вот это свечечка такая замечательная в моих любимых тонах. А вот это вот листочек такой. Догадываетесь, подо что он? Посмотрите. Это чай. Сюда мешочки с чаем складывать. Мы же теперь очень часто завариваем чай из пакетиков. Кстати, они бывают очень хорошего качества. И я вам показала. Даже с листиком чай, который она привозила. Она меня там баловала. И она привезла мне вот такой необыкновенный браслетик. Причем она была уверена, что браслетик этот из маленьких бусинок. А он такой вот металлический. Я его еще не доставала, пока ролик не сняла. А теперь я, конечно, уже найду возможность его надеть. Потому что он вот такой многоцветный. Он подходит под очень и очень многое. Я с удовольствием, конечно, его буду носить. А вот это вот то, что надо было, безусловно, с ее помощью рассказывать. Она привезла мне вот так красиво все упакованное. Люсичка, ты пришла помогать? Иди сюда. Иди, моя красавица. Наверх мы тебя тоже снимем. Люся чего-то скромничает. Она привезла мне полотенце. Из своего штата я его сейчас отутюжу и повешаю. Немножечко нужно застирать. Она везла в пакете. И она его немножечко чем-то примочила. Но я вот не стала его простирывать до тех пор, пока не сниму вам ролик. Вот это штат Орегон, в который меня любезно пригласили и в котором проходило недавно затмение. И Диана наша принимала 20 человек гостей, чтобы показать это затмение. И она мне рассказывала про все замечательные места в их штате, потому что это туристический штат. Люди туда едут отдохнуть. Я сегодня не буду его комментировать, потому как я сама не смогу это сделать так, как говорила она. Не знаю, почему я не достала камеру, когда она рассказывала. Потому что, вы знаете, они с мужем очень много путешествуют. И они путешествуют на своей яхте по морям и океанам, делают кругосветное путешествие. Сейчас она сказала, мы с ней вчера разговаривали, они планируют не просто путешествие, а такую регату, в которой будет участвовать 22 яхты. И люди уже списываются, обговаривают план, куда они поедут, как вместе. Они едут в Панаму, через вот этот Панамский канал. Причем, как вы понимаете, люди очень небедные. Даже яхту просто иметь, это дорогое удовольствие. Тем более ее парковать в тех странах, где вы оставляете, летать туда на самолете. Я рассказывала про то, что они три недели плывут, потом возвращаются назад, три недели работают. Снова летят туда, где оставили яхту, и плывут дальше. Но вот для того, чтобы пройти по Панамскому каналу туда и обратно, нужно заплатить 10 тысяч долларов. И вот эти все 22 яхты, они эту сумму тоже будут платить, потому как решили туда все вместе проплыть. А я поеду обязательно. К ней мы вчера обсуждали. Конечно, лучше туда поехать летом. Вот сейчас бы еще можно было. Но у меня уже запланированные поездки. И я их никоим образом не смогу отменить. Они у меня давно запланированные, очень интересные. Если поеду зимой, то поеду зимой. Но она предпочитает, чтобы я приехала туда летом. И это единственное, что меня сподвигнет поехать туда зимой, это помочь ей продвигать бизнес. Потому что очень многие мои сотрудники, которые вошли в компанию, ее очень любят, и продукцию любят, и результаты имеют. Они не умеют еще разговаривать с людьми. И я туда летаю, помогаю. Потому что, ну, этому тоже учатся. Кого-то я обучаю по скайпу. Чаще всего провожу трикол, когда два человека, ваш интересующийся продукции, человек, вы и я. И я отвечаю на все эти вопросы. Но иногда бывает необходимость приехать и прямо с человеком по гостям походить и поговорить о нашей компании. Вот сюда я поеду. Потому что девочка мне очень интересна. И у нее огромнейшее количество людей, которые могут полюбить нашу продукцию. Ну, даже 22 яхты, им всем это нужно. Они просто, может быть, не нашли еще эту продукцию. А это тоже из раздела подарки. Юсана нам подарила вот такую спортивную сумку. Эта спортивная сумка пойдет моей дочери в подарок, потому как я в спортзал не хожу. Она это делает с удовольствием. И пусть люди спрашивают, что это у нее за такое USA&A написано. Она тоже уже у меня в компании. Она уже первые 100 долларов получила. То есть у нас чеки приходят еженедельно. И они начинаются там с 25 долларов, потом 40, потом 80. У нее, по-моему, было уже 100 и 120. Поэтому она заинтересована людям рассказывать о том, что бы это значило. Итак, вот это вот то, что нам выдали в первый день вместе с нашими бэджиками. Это вот такой удобный пакетик, в котором я носила свою камеру. Он из плащевки, баллония такая, осовремененная. И в нем, в этом пакетике, лежал вот такой удобный рюкзачок с 25-летием Юсаны. Они вот предпочитают такие скромные тона. Я бы, конечно, сделала все это ярче. Но нас вот этот вот рюкзачок очень, конечно, выручил. Потому что мы в него складывали все, что надо. И по полдня, по целому дню ходили, работали, учились. Было здорово, что они нам это выдали в самом начале. Потому что нужно было многое с собой взять. И, конечно, не было возможности так часто ходить в отель, как бы мы это хотели. Вот нам вот эта вот сумочка здорово помогла. И, наверное, рюкзачок я отдавать не буду, потому что я когда путешествую, он годится. Нам он очень легонький совершенно. Кроме того, давайте посмотрим, что это такое. Я даже не открывала. Это у нас что такое? Ах, это вот такая сумка, в которую, видимо, кладется вот это вот полотенце. Значит, я его просто сюда положу. Это тоже пойдет моему ребенку. Пусть она его носит с собой. Пусть у нее спрашивают, что же это такое. Это как косметичка. Косметичка такая с кармашком. Так, следующее. Следующее, я без вас даже не открывала, понятия не имею, что здесь у нас. А, знаю, знаю, они продавались. Это вот такая бутылочка от Юсаны. Она у нас может плотно закрываться вот на эту пробочку. А может закрываться вот на такую пробочку. И у нас даже есть петелька, которую удобно носить на том же рюкзаке. Для того, чтобы пить, нужно поднять вот этот вот рычажок. Я хорошо показываю. Вот такая вот у нас есть бутылка. Она сделана почти как термос. Может быть и термос. Она такая металлическая, хорошая. Может быть и термос. Может быть мне его с собой на работу поносить. А я что-то ее хочу ребенку отдавать. Подумаю про этот термос. Подумаю. Если это термос, то я его возьму. Так, что нам предложили здесь? А, это вот у нас книга по Юсане. Великолепная. Я еще ее не смотрела. Я ее завтра возьму в школу и почитаю. И у нас здесь лежит... Вот, еще что-то. А это я знаю. Это хеллспек. Это хеллспек просто в новой упаковке. Стоит он 130 долларов. И в нем такие же пакетики, как лежат в ресете. Утренние и послеобеденные. Шикарные. Я постоянно их почти беру. Потому что, когда спешишь или в поездку, едешь, удобно взять просто эти пакетики. И не расфасовывать с собой ничего. Вот еще что-то есть. Что тут у нас такое? Интересно. Это что у нас такое? Так, это что? Ага. Это у нас 25-ка. Не знаю. Буду потом разбираться, куда ее приспособить. А здесь у нас вот такая косметичка. С новой косметикой. Так. Так-так-так-так-так-так. Это у нас что такое? Это у нас что-то с батарейками. Я даже не могу догадаться, что это такое. Вот тут сюда вставляются батарейки. Я разберусь, потом вам расскажу, что это такое. Надо бы сначала посмотреть, что показываю, а потом показывать. А в этой косметичке у нас состав, что входит в этот набор. И инструкция. И, к сожалению, они положили сюда только пробнички. Ой, как обидно. Я-то думала, настоящий дадут набор. Я специально не стала его покупать. С тем, что нам же дадут. А он только пробнички. Ну, ладно. Для того, чтобы людям показать, как он работает, этого уже достаточно. А Дианочку мы, наверное, попросим, чтобы она на себя смазала всё это и нам показала, как меняется её лицо. Моё лицо сейчас нет смысла показывать, потому что, вы же знаете, я в России там наколола уколов красоты. И сейчас не будет заметно никаких изменений. А через полгодика я на своём лице тоже это покажу, когда вот эти все уколы пройдут. И я вернусь в свой прежний образ. Хотя он изменился очень мало. У меня большие сомнения закрадываются по поводу того, что продукция там была полноценная. Потому что больших изменений в том лице, которое я привезла в Россию, которое я вывезла, нет. И это приобретение я сделала ещё до поездки в Солт-Лейк-Сити. Это мой традиционный тон для лица. Он плотноватый. Я его использую с тем, что я его размешиваю с двумя другими. Но я его беру постоянно. Это моё любимое удовольствие. Я его не открывала до сих пор. Потому что необходимости открывать нет. Я ещё старый тюбик не закончила. Но я его купила, потому что к нему прилагался подарок. Причём раньше, по-моему, они стоили 32, а сейчас дороже. Поэтому мне ничего докупать не надо было. Просто взять один тон и получить этот подарок. Я выбрала что-то. Сейчас мы посмотрим, что я выбрала. Вот оно тут у нас. И тут у нас что-то. Сейчас будем всё открывать и смотреть. Смотреть мы будем через очки. Потому как мы теперь такие все умные. Так, это смывка. Я её пошлю подруге. Или могу кому-нибудь в подарок добавить. Смывками я такими не пользуюсь. У меня Юсановский. Это у нас лифтинг-крем. Я его на шейку смажу. Это у нас карандашик для губ. Ой-ка, хорошо. Карандашик для губ. Не знаю как. Пишется. Цвет хороший. Цвет мой. Проверим. Может быть себе оставим. У нас помада здесь. Помада. Помада тоже хороший. Тон тоже мой. Ой, я, наверное, поэтому и выбрала для губ в этот раз. Обычно я беру для глаз. Кому-нибудь подарить. А, наверное, помада была моя. Поэтому я взяла. А это вот такая. Это, скорее всего, пойдёт кому-нибудь в подарок. От Истиллаутер. Почему нет? Всё в этом пакете. Всё. А вот в этом у нас что такое? Это салфеточки удалять. Мейкап тоже. Тоже, наверное, кому-нибудь положу. Потому что я смываю всё Юсановской продукции. Она у нас без не только парабенов. Она у нас вообще без всяких химических консервантов. Что очень хорошо для вашей кожи и для здоровья вообще. Те консерванты, которые закладываются в продукцию, они могут вызывать рак у женщин. А я не хочу такой судьбы. Я хочу быть здоровой, красивой и молодой. Очень долго. Вот теперь попрощаемся. С вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.